МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Созданный осенью 1938 года на базе Поволжского мобилизационного округа обл. военкомат и его районные подразделения почти сразу подверглись самому суровому испытанию. Началась Великая Отечественная война. Потребовалась всеобщая мобилизация, которая шла по всей стране все военные годы. Оренбургская, тогда Чкаловская область, поставила в строй более 400 тысяч бойцов. Кроме того, на территории области работало множество эвакуационных госпиталей. Распределением по ним раненых также занимался областной военный комиссариат. Мы войну победили за счет наших ресурсов, которые были призваны из запаса. И все тройные больных, которые выздоровели, которых вылечили в ТУ, в том числе и у нас, в нашей Чкаловской области. Война закончилась, но и в мирное время у военкомата было много работы. Советская армия была многомиллионной и комплектовалась рядовым и сержантским составом по призыву. Каждую призывную кампанию два раза в год необходимо было направлять войска тысячи военнослужащих срочной службы. В 80-е годы, когда в Афганистан был направлен контингент советских войск, интернациональный долг выполняли почти 6 тысяч оренбургцев. Простые оренбургские парни, бывшие рабочие, студенты и учащиеся сражались героически. Многие награждены боевыми орденами и медалями. А Вячеслав Александров навечно вписал свое имя в историю Оренбургской области. А потом? Потом был распад СССР и лихие 90-е, которые особо лихими оказались для военных комиссаров. Страна сохранила вооруженные силы, которые по-прежнему комплектовались в основном срочниками. Началась чеченская кампания, она потребовала массы технических и людских ресурсов. А вот настроения в обществе были крайне противоречивыми. Откосить, отмазаться, на более официальном языке уклониться. Призывники образца 90-х отнюдь не горели желанием исполнить свой гражданский долг. В некоторых территориях военкомам приходилось буквально силой ставить строй каждого новобранца. Какое уж тут штатное выполнение призывных планов. Но ведь работали же, даже в таких условиях, когда казалось, что кроме сотрудников военкомата до призыва никому дела нет. Раньше мы больше, так сказать, грубо говоря, отоплавливали, вытаскивали на службу, а сейчас идут сами. Мы сегодня не имеем каких-то беглецов. Мы имеем достаточно большое количество резерв подготовки для военных училищ. У нас в очереди стоят молодые ребята. В 80-летие военкомат отмечает во время очередной осенней призывной кампании. Ее план невелик. Менее 2000 человек Оренбуржье должно будет поставить в строй. Желающих отслужить намного больше. Доходит до парадоксов. Если раньше годные к службе всячески доказывали свою негодность, то сегодня наоборот. Те, кому по состоянию здоровья войска идти нельзя ни под каким предлогом, порой даже в суд подают на военкоматы. Почему меня не хотят призывать? На 180 градусов развернулись и настроения в обществе, и общая государственная политика. Не отслужил? Ну тогда готовься, что на гражданке для тебя закроются двери отделов кадров и правоохранительных структур, и государственных организаций, и крупных компаний. Что касаемо Северного Кураса, сегодня норма призыва составляет 285 человек. И я думаю, что эту задачу мы выполним успешно. Вашими трудами Оренбургский областной военкомат неизменно качественный срок выполнял призывные задания и заслужил высокую оценку команды Центрального военного округа. Позвольте пожелать всем вам, дорогие друзья, доброго здоровья, благополучия вам и вашим семьям и дальнейших успехов в работе на благо великой Родины нашей России. Благодарности губернатора, почетные грамоты Оренбургской области, юбилейные медали сотрудников обл. военкомата и его ветеранов в честь 80-летия наградили за многолетний труд, пожелав при этом, чтобы небо над головой всегда оставалось мирным, а защитники Родины здоровыми и невредимыми. После торжеств у военных комиссариатов начнутся напряженные дни. Первая отправка войска с областного сборного пункта пройдет уже в конце следующей недели. Это были Акценты дня. Увидимся!